Добрый вечер, дорогие зрители! С вами снова я, Гузель Юсупова, и у нас сегодня в гостях Милана Ангиколга, доктор, профессор Института Европейских, Евразийских и Российских Исследований Карлитинского университета Ватали. Милана расскажет нам об особенностях миграционной системы Канады, о том, что изменилось за последнее время, сколько новых канадских граждан появилось за последний год, и почему это так важно для вновь пребывающих граждан, а какова на сегодняшний день поддержка приехавших украинских граждан в Канаду, почему в ней сильна роль диаспоры, и вообще, как различные общины Канады привлекают новых мигрантов в страну, а обо всём этом и не только этом мы сегодня узнаем в нашем разговоре. Ну что, едем дальше? Милана, спасибо большое, что присоединились к нам. Начну с более общего вопроса. Почему Канада всё-таки считается одной из самых гостей миграции? Газель, большое спасибо, что решила поговорить о Канаде. Это любимая тема. Я живу в Канаде, и сама, будучи мигрантом с 2009 года, прошла все эти этапы миграционные. Меня многое заинтересовало, и, по сути, я стала работать профессионально над изучением миграционных моделей Канады, и особенно развитием диаспоральных групп в Канаде. Поэтому я разделяю это в умение, что для многих Канада является практически такой «постер-бэйби», такой открыткой с точки зрения современной модели интеграции, миграции в политическую систему. И для этого существует несколько таких основных моделей, которые мы можем проанализировать, рассматривать. Современное вот это очарование Канады во всем мире, что с одной стороны это чрезвычайно гостеприимная страна, с другой стороны страна открыта для мигрантов на данный момент и активно прорабатывает все Канады для того, чтобы равенство, для того, чтобы соблюдать равенство по расовому признаку, этническим характеристикам. И также активно отвечать на гуманитарные потребности современного глобального развития и конфликты. Нужно сказать, что Канада в особой, как бы особая такая любовь к Канаде в последнее время возникла с 2016 года, когда Дональд Трамп пришел в власти в Соединенных Штатах Америки, мы наблюдали все строительство новых стен, антимиграционные, достаточно серьезные изменения в антимиграционном законодательстве, регуляцию, жесткую регуляцию неконтролированной миграции, нелегальной миграции в Соединенных Штатах. И на этом фоне наш премьер-министр Джастин Тридо объявил о том, что Канада — это страна открытых дверей. Канада всегда не смущается с точки зрения того, как рекламировать свою миграционную систему. И это основной такой момент, то есть момент информационной активности государства Канады является важным феноменом общего имиджа Канады с точки зрения миграции, но также информации для потенциальных мигрантов. И основной посыл, который существует в Канаде примерно с 70-х годов 20-го столетия, иммигрировать в Канаду легально гораздо легче, чем нелегально. Конечно, еще один важный фактор Канады с точки зрения регуляции миграционных потоков — это ее исключительность. Также есть такой Canadian exceptionalism model. Но она географически обусловлена. То есть Канада удалена от всех мировых конфликтов дистанционно. Мы разделены Атлантическим океаном. Канада имеет только одну сухопутную границу. Есть там нюансы на островах, но граница с Соединенными Штатами Америки по сути очень хорошо регулируется. И все миграционные волны конфликтной миграции, которые идут из Латинской Америки и Центральной Америки, и экономическая миграция, они седают в Соединенных Штатах. И Канада в силу этой исключительности географической имеет, конечно, как бланш с точки зрения, как регулировать миграционные потоки. Второй момент исключительности – это, конечно, история колониализма в Канаде. То есть, будучи колонией Великобритании и, по сути, структурировав свою миграционную систему и систему гражданства, только в 1947 году тогда был принят Акт гражданства Канады, Canadian Citizenship Act, В 1947 году только тогда мы можем говорить о формировании культуры и юридической специфики канадского гражданства. Первые годы, они тоже достаточно были репрессивны по отношению тех, кто не родился на территории Канады. До 1947 года большинство, то есть все, кто проживал в Канаде и был рождён на территории Канады, были гражданами Великобритании. То есть, с 1947 года только по сути мы наблюдаем структурирование гражданства и, соответственно, развитие системы миграции. Второй момент важный, да, и опять же об исключительности, я скажу, это третий, наверное. То есть, колониализм и модель миграционная, установленная с 1868 года, то есть, это формальное закрепление Канады как независимого государства, да, образование Канады в 67-68 году. Именно в это время мы видим о том, что регуляция миграции и заселения Канады проходила через очень жёсткие такие российские фильтры, да, то есть миграционные потоки в Канаду были регулированы очень жёстко. Миграционная пропаганда осуществлялась в основном среди белого населения Европы с низким уровнем дохода, да, то есть мы видим миграционные волны, допустим, украинская миграционная волна 1-е 1890-е годы. Это волна крестьян, проживших на территории Австро-Венгрии, Австро-Венгерской империи. И рекрутинг, да, распространение информации активно спонсировался государственными службами Канады на территории Австро-Венгрии. Более того, были зафрактованы проходы. И нужно сказать, что такая селективность с точки зрения отбора миграционной, она продолжалась достаточно долгое время. Практически до 1977 года, до того, как был принят... Это в 1977-м Citizenship Act был принят. Вот до этого времени регуляция продолжалась по этническим и расовым характеристикам. Более того, нельзя сказать, что все отношения с населением Indigenous, с людьми, которые родились и традиционно проживают на территории Канады, были уравновешены. Мы знаем, что массовая миграция в Канаду в конце 19-го столетия была обусловлена опустошением территорий от коренного населения Канады. Этому опустошению происходило в несколько этапов. Современная канадская история пытается расставить точки над и как колониализм сыграл какую роль в уничтожении значительного населения, коренного населения Канады. Потому что мы говорим о нескольких болнах эпидемиоспы. Когда украинцы пребывали на территории Манитобы, Соскочевана или Альберты в 1890-м году, территории эти земли были опустошены, там никто не жил. В силу того, что начиная с конца 18-го столетия в Канаде, особенно в прериях, на территории Манитобы, Соскочевана и Альберты, прошло несколько волн оспы, которые уничтожили практически 70-90% местного коренного населения. Да, то есть вот эта исключительность, она имеет негативные характеристики. Мы сейчас, как бы, такой у нас портрет практически иллюзорный, замечательной Канады, гостеприимный. Но некоторые эпидоды истории, они очень травматичны и для поселенцев, но особенно трагичны в 90-х. Потом, во время конфликта в Югославии, также были открыты специальные процедуры для миграции из Югославии. Касавары приехали в Канаду. Мы также говорим о том, что сейчас в сирийский конфликт с 2015 года Канада приняла порядка 45 тысяч беженцев из Сирии. И на данный момент открыты две гуманитарные программы по принятию людей из зоны конфликта. Первая программа, связанная с войной России в Украине. Мы говорим о программе КОЭТ. И вторая программа, она связана с поддержкой и предоставлением убежища. Для работников, связанных с демократическими институциями в Афганистане и их семей. То есть вот сейчас, на данный момент, эти две основные программы существуют. Всегда существовала программа, программа воссоединения семей. В каком-то, я должна сказать, в 70-х годах она вообще-то была основной программой миграции в Канаду. После этого мы видим значительное изменение с уклоном в профессиональную миграцию в Канаду. И сейчас вот эта модель миграции Point Migration или миграция по количеству баллов, очков является доминирующей. И на самое эффективное. При этом все программы, и гуманитарная, и экономическая программа, и постоянное проживание, и временное, все программы активно разработаны так, чтобы мигрант, приезжая в Канаду, сразу встраивался в экономическую систему. А значит ли это, что принимают только тех, кто нужен экономике Канады и по профессиям? Есть ли какие-то предпочтения по профессиям? Или все-таки зависит от уровня образования больше, чем от конкретной профессии? Как вот это происходит? Существуют две основные модели. Есть федеральные программы, есть провинциальные программы. То есть Канада – это федерация. И в силу того, что это огромная старая в мире по территории, но действительно с небольшим населением. На данный момент население Канады – это 40 миллионов человек. И удивительный факт, что за последний год количество новых граждан в Канаде превысило бы 1 миллион. Это огромный. Это просто прорыв, никогда такого не было. Пророст 1 миллион новых граждан за год? Да, абсолютно удивительно, да. И 460, подождите, по-моему, 440 тысяч новых постоянных резидентов в Канаде. Постоянное проживание получили порядка 440 тысяч. Это огромное число. Это вызывает напряжение в обществе. Мы говорим о том, что сейчас кризис с возможностью арендовать и купить жилье в Канаде. Просто удивительных масштабов. Но при этом экономика все равно требует новой рабочей руки. Причем на всех уровнях. Уровень безработицы в Канаде чуть выше, чем в Соединенных Штатах. Но все равно это 5 процентов, 5,5 процентов от общего населения трудоспособного возраста, что есть очень низкий показатель. Чрезвычайно низкий показатель, несравнимый с Европой даже в лучшие годы. И, соответственно, конечно, Канада в первую очередь в своей системе миграционной политики очень прагматична. И так было всегда. Да, стране этой территории нужны люди. Более того, мы знаем на данный момент, что 90 процентов населения Канады сконцентрировано в 150-километровой зоне от границы Соединенных Штатов Америки. Климатический. Вот еще, говоря об исключительности Канады, климат. Конечно, это такой фактор, который является фактором выбора для многих мигрантов. Не просто сюда приехать, дорогие билеты, язык. Если ты не включен в систему английского языка с рождения, то ты думаешь, что система Канады достаточно мягкая с точки зрения поддержания и, допустим, обучения английскому языку. Однако, с самого момента приезда требования к знанию языка являются существенным барьером в продвижении по карьерной лестнице в Канаде. Поэтому, чем лучше ты подготовлен с точки зрения английского языка, тем активнее твоя система продвижения в Канаде будет выработана. Поэтому, конечно, миграция в Канаду является таким важным феноменом экономической, социальной и политической жизни. Ещё один такой феномен, да, я вернусь к твоему вопросу, но я хотела просто о такой интересной характеристике Канаде сказать. Здесь вот миграционный вопрос никогда не является острополитическим вопросом. В независимости от, говорим мы о партии либеральной Канады или консерватора, и последние выборы парламентские, там было сфокусировано внимание одной партии, которая пыталась сыграть вот на такой, на Трамп, такой новой популистской идеологии, антимигрантские такие настроения, она получила совершенно минимальную поддержку, порядка, меньше чем 2%. Две классические партии, либеральные и консервативные, обе активно работают со всеми миграционными этническими группами, диаспорными группами. Болеводиаспоральные группы в Канаде никогда не выбирают между одной и другой партией. Они всегда работают активно с обоими партиями. И, соответственно, мы не говорим о том, что в современной истории Канады вопросы мигрантов когда-либо поднимались с негативной точки зрения. Основными политическими силами. Никогда. Мы говорим о регуляции нелегальной миграции. Мы говорим о проблемах, допустим, с расселением мигрантов, адаптации, симиляции, подержания этнических корней и стабилизации страны. Но никто никогда не критикует собственную модель миграционную. И вот эта вот связь первая, это то, что канадская миграционная модель очень подвижна, активно работает со статистическими данными. И регулирует миграционные потоки на федеральном и на провинциальном уровнях по-разному. В зависимости от потребности конкретной провинции или динамики развития Канады в целом. Да, естественно, вот эта вот модель очков, когда оцениваются все параметры. Заявленные параметры – это твое образование, это востребованность на рынке труда Канады, и в зависимости от программы федеральной либо провинциальной. Это твоя карьерная успешность. Но там также учитываются, естественно, такие факторы, как возраст, здоровье. Вот эти факторы не являются основными, но они присутствуют в системе по чёточку. Даже здоровье? Да. Причём я бы не сказала, что это какая-то уникальная характеристика Канады. Вот основные легальные модели судовой миграции в мире, они всё равно учатывают эти факторы. Канада перераспределяет свою активность, естественно, и организует определённые потоки потребностей, если мы говорим о конфликте или если мы говорим о каких-то моментах дискриминации определённых расовых или этнических групп, или по гендерному признаку. Мы видим, что есть некоторые изменения, есть некоторые подвижки, но основная глобальная система, которая существует достаточно долгое время и многими мировыми миграционными системами рассматривается как достаточно эффективно, это система вот этих вот миграций по балу, трудовая миграция по балу. Но при этом это не значит, что если у тебя там среднее образование, то тебя в Канаду вряд ли пустят. Это значит, что если в провинции нужны специалисты со средним образованием, примерно таким, как у тебя, у тебя может быть больше шансов, чем у какого-то гуманитарного профессора, просто потому что ты более востребован, чем человек с высшим образованием, например, в конкретной данной провинции. Так? Можно и так сказать? А можно и так сказать? И нужно сказать, что Канада всегда, всегда, вот я буквально отслеживала исторические данные по украинцам, да, как Канада рекрутировала украинцев и в Австро-Венгрии, всегда работали со специалистами. То есть правительство нанимает рекрутеров на местах, работает активно с миграционными адвокатами, всегда какие-то консультации, зумы, встречи, всё что угодно, только донести чётко, какая вот на данный момент у вас требована специальность, какой конкретно провинции, какие изменения вносит в систему баллов. Вот эти все моменты, они очень прозрачны, которые, опять же, я говорю, Канада в этом с точки зрения миграционной, это не столько контроль, да, сколько накопление данных и постоянная вот как бы работа с этими данными. Это чрезвычайно прагматическая страна, то есть тут не стоит даже думать о том, что вот гуманитарные потоки, да, помощь мигрантам и помощь тем, кто нуждается в переселении, когда-то были доминирующими, нет, никогда не были. Они всегда существовали, миграционные потоки переселенцев, которые вот из зон конфликта, они регулируются на федеральном уровне, и, соответственно, это достаточно долгая процедура обсуждения в парламентах, выделения средств, но они очень лимитированы. Вот, и государственная программа, и причем там несколько пунктов, почему вот эти системы гуманитарной миграции, они очень ограничены. Во-первых, это всегда деньги. Федеральное, а федеральное правительство Канады никогда не дотратит деньги. Вот, и отчитываться об их трате. Второй момент, как ни странно, это эмоциональный, это такой символический момент. Опять же, базируясь на исследованиях по ассимиляции и экономическим показателям людей, прибывшим по разным программам, программа, которая направлена на беженцев, причем не только в Канаде, но в целом эта статистика характерна для Северной Европы, они показывают низкую экономическую эффективность включения этих людей в экономическую структуру. То есть, тут есть и такой фактор, как предоставление первоначальной помощи, формирование вот этих ожиданий, что ты будешь находиться вот в такой системе поддерживания со стороны государства. И второй момент, это вот символическая внутренняя оценка мигрантов. То есть, опять же, такие глубокие интервью показывают, что для многих, особенно для второго поколения людей или молодых деток, да, кто приехал по системе именно беженцев, для них это стигма. Они рассматривают, они пытаются как раз-таки не встраиваться и не идентифицировать себя как беженца, который прибыл в Канаду, скорее как просто вот мигранта, да, и человека, который просто переехал в Канаду. Поэтому тут многие факторы играют важную роль в формировании вот этой стабильной системы интеграции. Но очень важным моментом является то, что вот момент, с момента приезда, несмотря на какую бы программу ты приехал, до момента полного включения в экономический такой цикл, проходит достаточно небольшое количество времени, порядка года. Вот, конечно, есть разницы по гендеру, то есть мужчины более активно включаются в экономическую систему, чем женщины. Изменилось ли что-то в последнее время? Стала ли Канада более или менее гостеприимной для мигрантов? Как, по вашей оценке, как? Она одна из первых, по сути первая, да, которая совместно с ООН разработала систему комьюнити, да, такой вот поддержки гражданских общин, миграции беженцев из регионов конфликтов, да, когда небольшая группа, инициативная группа, может быть, группа соотечественников диаспоры, а может быть, просто граждане Канады объединяются вместе, собирают некоторое количество денег, да, и спонсируют миграцию в Канаду, семьи, в основном это направлено на семью, либо, может быть, такую какую-то небольшую общину, из зоны конфликта. Чрезвычайно интересная такая процедура, она сбалансирована с точки зрения средств между вот этой приглашающей общиной и государственными институциями, но основная как раз-таки модель затрат экономических, социальных, ложится на плечи вот этой общины в Канаде, которую приглашают и спонсируют беженцев из зоны конфликта. Чрезвычайно интересная модель, которую пытаются сейчас адаптировать страны, например, Германия чрезвычайно заинтересована в том, как она работает, да, как мотивировать людей. И это связано с тем, что Канада вот с 77-го года, когда был принят акт о мультикальтурализме в Канаде, при этом, опять же, вот мы говорим о прагматизме федерального правительства Канады с точки зрения регуляции миграции, это классический пример. То есть какая программа сейчас существует, она, по сути, завершила уже свое существование, сейчас гибридизируется, да, перестраивается в систему предоставления постоянного проживания для людей, которые приехали по программе КОЭД. Но начнём всё-таки с программы КОЭД. КОЭД — это канадо-украинская система, канадо-украинская программа авторизации на такое вынужденное перемещение. Она сопоставима с тем, что мы видим в Евросоюзе, TPD — Temporary Protection Directive — предоставление временной защиты. Обе программы были приняты чрезвычайно короткие сроки. TPD в Евросоюзе была, по сути, в первые дни марта, принято 2022 года. В Канаде — это, по-моему, 8 марта 2022 года, буквально через три недели. После совещаний с украинскими канадцами, с диаспорами, с представителями диаспорами, до активной работы в системе миграционной регуляции, канадское правительство приняло решение на внедрение этой канадо-украинской программы авторизации для такого вынужденного перемещения. Она выглядит как коммунитарная программа, но она, по сути, не является программой переселенцев и беженцев. В Канаде особенно. Вот здесь есть загвоздка. То есть федеральное правительство проанализировало, что ресурсы миграционных офицеров смогут принять огромное количество заявок и проработать, но это временная миграция в Канаду, которая с точки зрения федеральных затрат правительства Канады является минимальной. То есть помимо того, что Министерство IRCC, Министерство регуляции, извините, Министерство миграции, беженцев и гражданства Канады предоставляют и обрабатывают огромное количество заявок, это, тем не менее, достаточно сложная процедура. Там, в Канаде, появился в течение года, 440 тысяч получили статус постоянного проживания в Канаде. Вот эта экспансия миграционная, экономически обусловлена, она не... То есть, скажем так, наше строительство жилья не поспевает за этим. И это вызвало просто немоверный шок. У людей многие рассчитывали на собственные ресурсы, но не могли представить себе, насколько дорого же её проживание в Канаде в целом. И тут сообщество потянуло всевозможные ресурсы, задействовало как и муниципальные, существующие модели, муниципальные адаптации для мигрантов, перестроив их на украинский лад. Активно использовали украинскую диаспору, и украинцы сами собирали средства, расселяли у себя людей. Но также, и я должна сказать, что и канадцы, которые не имеют украинских корней, просто удивительно количество людей откликнулось на беду и помогало украинцам, особенно на первых этапах. Как часто случается, потом был некоторый спад, за первые 6-8 месяцев мы увидели просто огромное количество поддержки на местном уровне для тех, кто приехал, но также для украинцев. Сейчас мы наблюдаем некоторый спад. Что хорошо, как я говорила, вот эта система адаптации, экономическая система в Канаде, она очень быстро. В течение года многие, кто приехал в Канаду, нашли работу. Может быть, не соответствующие их ожиданиям, но тем не менее нашли работу, и, соответственно, вот этот груз адаптации был перераспределён и был, я бы сказала, тягости в значительной степени нивелированный. Нет, потому что государство Канады помогало. Государство Канады, Прерий, Манитопия, Соскочевань, Вальберти, в Антарио практически эти программы исчезли. Поэтому я бы сказала, что вот этот гибрид... То есть я могу сказать, что здесь нюансы существуют. Мы видим, что эта система... Украинцы, которые приехали по Куэд, они отличаются от всех остальных моделей гуманитарной миграции, тем, что они чрезвычайно мобильны. Украинцы первые, они, если они чувствуют некомфортно, мы видим, возвращаются обратно в Европу. Кто-то возвращается в Европу, меньше в Украину. Второй момент. Они также активно перемещаются между провинциями Канады. То есть когда первоначальная волна, прилетаешь в Торонто, ты видишь огромные цены на жильё и проблемы с трудоустройством. Чрезвычайно такой негостеприимный рынок первоначально труда, и ты тяжело встроиться. Люди начинают рассасываться, седать и выстраивать свои связи, искать работу в других провинциях. На данный момент, вот я и привожу не свои исследования, недавно было проведено исследование, порядка 80% опрошенных. Опрос был порядка 1600 человек, которые приехали по Куэд, 80% желают остаться. И ещё раз повторю, остаться в Канаде гораздо легче легально, чем нелегально. То есть гораздо проще. Тут существуют механизмы, существуют определённые модели адаптации. Один из самых успешных моделей, это, конечно, проходить через систему высшего образования. Тогда вы сразу повышаете свой социальный статус значительно. Но при этом вот такие данные на данный момент, что украинцы, которые выбрали вот эту стратегическую модель миграции в Канаду, перспективы для миграции предполагают, что в Канаду едут те, кто предполагает мигрировать надолго. Это, опять же, показывает и наше исследование, что в наших исследованиях порядка 60% хотелось остаться. Вот новые исследования показывают о том, что ещё выше процент. Это гораздо выше процент, чем, допустим, показатели в Германии или в Польше. Хорошо, спасибо большое. Очень-очень увлекательно. Сложность строгой бальной системы. Насколько возраст имеет значение? Насколько пожилые люди могут воссоединиться со своими детьми? Или есть какие-то значительные ограничения для этого? Например, там большой заработок, который необходим их детям, чтобы уверить правительство Канады в том, что они смогут за ними достойно присматривать? Я должна сказать, что некоторые скрытые параметры этой системы баллов миграции, они действительно очень репрессивны. И как бы мы ни говорили о гуманитарной модели миграции, мы всё равно видим, что подоплёка миграционной системы в Канаде прагматична. И несмотря на то, то, что такие параметры, как индивидуальное персональное здоровье или возраст, никогда формально не являются основными с точки зрения показателей, тем не менее они присутствуют в модели оценки. Но модель, допустим, которая часто используется для воссоединения семей, особенно с пожилыми родителями, модель спонсорства родителей, она чрезвычайно репрессивна. И нужно сказать, что количество, она является лотерейной, работает как модель лотереи. Вот, количество заявок очень небольшое, чрезвычайно небольшое. Если первоначально... Почему так? Не все хотят привезти родителей или знают, что это очень сложно? Я хотела привезти родителей. Канада... Все хотят привезти родителей. Канада очень жёстко регулирует в силу того, что она в первую очередь нуждается в людях, которые будут приносить пользу обществу, которые будут просто платить налоги. И с этой точки зрения вот эта модель лотереи, которая выработана во время премьер-министра Стивена Харпер, вот, она была очень жёсткая, порядка 10 тысяч человек проходила в год, могла подавать и пройти через эту систему лотереи. Трюду её критиковал, когда баллотировался в 2015 году. И нужно сказать, что видоизменил её, но минимально. То есть если это было 10 тысяч, то это 15 тысяч сейчас. То есть мы действительно можем говорить о том, что люди, которые являются vulnerable с точки зрения возраста или с точки зрения здоровья, они имеют другие шансы по интеграции и иммиграции в Канаду. Я ещё раз повторю, есть определённые, один из основных характеристик иммиграции и обязательным условиям для получения визы, визы, как и для украинцев, это прохождение медосмотра. Они могут пройти здесь, уже по приезду в Канаду, но он является важным условием того, чтобы ты получишь разрешение на работу. Для получения постоянного проживания ты обязан пройти. И там действительно есть реестр заболеваний, по которым ты просто не сможешь найти работу. Ну, туберкулёз, естественно, там такие заболевания, которые способны спровоцировать эпидемию, естественно, они в первую очередь, но тем не менее, это также является фактором, не доминирующим, естественно, но важным. Также количество баллов различное, если вам до 30, после 30. И через каждые 5 лет там тоже баллы снижаются. Так, ещё раз повторю, чрезвычайно скруплёзно модель выработана и проверена годами, имеет вот эту вот глянцевую, замечательную ауру доброжелательной страны, которая принимает всех, на самом деле несколько иначе. Реальность, как часто это бывает, она отличается от того, что мы имеем в своих представлениях. И все, кто приезжает в Канаду по любым программам, сталкиваются с огромным количеством внутренних проблем, своих переживаний, и проблемой интеграции. Но, тем не менее, многие годы адаптации мигрантов в Канаде сформировали общий, чрезвычайно позитивный, даже на уровне общения, модель интереса общества к людям из других стран, принятия. Допустим, все официальные институции, я помню свой миграционный опыт в 2009 году, был позитивный, потому что люди говорят, это медленно, они достаточно вежливы, несмотря на твои акценты, непонимание, ужас в глазах, и там какой-то паники. И они здесь исключительно для того, чтобы сделать твое пребывание в Канаде эффективным для Канады и для тебя. То есть никто не будет действовать как контрагент с точки зрения адаптации мигрантов в Канаде. Вот такие реалии канадской жизни современной. Хорошо, спасибо вам большое. Давайте тогда на этой позитивной ноте мы завершим наш разговор. Спасибо большое, Гузель, что пригласили меня. Было бы очень приятно пообщаться. Мне тоже спасибо. Спасибо.